Девочки, всем приветик! Я такая загадочная, потому что у меня созрел коварный план. Как на праздник мужчину порадовать и про себя любимую и красивую не забыть. Я придумала мейк с классными по качеству тенями по нормальной вменяемой цене, чтобы на 23 февраля и самой шикарно выглядеть и мужчине купить подарок подороже, чем бритва или пена для бритья или носки с трусами. Хотя с нынешними ценами и бритва хороший подарок. Я сделала макияж с этой вот палеткой Sleek All Night Lawn. Причем вам эта палетка может пригодиться не только на 23 февраля, но также на 8 марта, а также для любого другого вечернего макияжа и даже на каждый день, хоть там немного оттенков таких дневных. И особенно, если вы любите смокеать в таких современных модных оттенках. Так как я решила, что макияж сегодня будет бюджетным, я и базу по тени буду использовать бюджетную Art Deco. Вот давненько я ее не пользовалась, но мне она нравится. Единственное, что она от того, что долго у меня уже есть, она попахивает так не очень приятную базилину. На самом деле, кто-то скажет, наверное, что не такая уж бюджетная эта палетка. Ну, она сейчас стоит в районе 1000 рублей плюс-минус. Ну, я соглашусь, конечно, но качество ее не уступает многим дорогим маркам. Ну, а за 100 рублей, я не знаю, невозможно найти классную прям палетку с таким количеством оттенков. Ну, просто нереально. Базу обязательно надо наносить пальцами, потому что от тепла ваших рук она разогревается и нормально наносится. Я, кстати говоря, если кто-то не знает, скептически очень относилась к марке Sleek, особенно после того, что мне прислали первый раз на обзор. Эту палетку мне тоже прислали на обзор. Я уже не один раз об этом говорила, ну, мало ли кто-то не слышал. Если вам интересно, какое у меня впечатление было от первого раза, можете посмотреть мое видео в правом верхнем углу. Ну, первый раз продукты Sleek мне вообще не понравились. От этой палетки я в двойном вообще шоке, потому что я уже не ждала ничего от этой марки. Оказалось, ну, просто супер-супер качество для такой цены. Я скоро выложу обзор на эту палетку. Посмотрите. Еще немного хочу сказать о моей везучести, если кто-то не знает. Вот в данный момент я собралась сделать Smoky Eyes. И мне бы понадобились бы, по идее, черные тени, чтобы подвести слизистую, но я прям перед тем, как снимать, уронила палетки, которые у меня с топкой лежали. И у меня черные маковские тени, мои любимые, разбились в дребезги. Просто их невозможно собрать. Я все выкинула, собрала, расстроилась, еле все отмыла. Нет у меня теперь черных теней, которые мне очень нравились. Буду искать другие, повод найти новые. И слава богу, что перед этим я сняла сводчи для обзора на палетку Sleek, потому что она тоже у меня приземлилась. И один оттенок у меня сильно пострадал. Поэтому я не буду вам показывать каждый оттенок, который использую, а буду вставлять картинку. Здесь очень хорошее зеркало. Мне в него очень удобно смотреться. Мне, кстати, не во все зеркала, не всех марок удобно смотреться. Вот я недавно делала обзор на персиковую палетку Too Faced. И там зеркало-то, ну, так, более-менее удобное. Но держать палетку в руке невозможно, потому что она очень тяжелая, она металлическая. Вот там в этом минусы. И эта палетка очень маленькая, легенькая. И здесь очень удобное зеркало. Я прям все свое лицо вижу. У меня это будут цветные смоки. Я их буду сочинять прям по ходу. Это будут не прям классические термоядерные черные смоки, а именно смоки с этой палеткой. И здесь, на самом деле, даже по названию понятно, All Night Long, что она подходит очень хорошо для смоки-айз разных цветов. Сейчас очень модные вот такие вот оттенки. И от что упало? И во всяких дорогих марках тоже мода сейчас на этот оттенок. Его пихают во все палетки, так что можно обойтись легким испугом, если купить слик. Вот этот оттенок и некоторые другие здесь, не все такие оттенки, как я сейчас скажу, но некоторые. Вот этот в том числе. Они какие-то вот на ощупь, что кистью, что пальцем. Они какие-то как будто бы, знаете, не совсем просто прессованные. Как будто бы они фойлт. Вот в Makeup Geek есть такие вот, прям докасываешься. Они такие как бы немного мягкие. Такое впечатление, что полукремовые, но не кремовые. Вот этот оттенок очень похож по ощущениям. Безумно пигментированный просто. Сами видите, я вот один раз дотронулась до теней и переносится просто супер. И этот оттенок лучше наносить вот как я, синтетической кистью. Потому что, ну, он такой, его надо прям растягивать, тянуть, пушистый. Как-то не очень именно этот оттенок. Сейчас нанесу на центр оттенок Просекка. Он очень круто переносится. Он такой золотой. Здесь есть еще золотистый оттенок Шампань. Вот он очень плохо переносится на века. А Просекка, по-моему, переносится очень хорошо. Опять же, консистенция вот у него такая же, как у предыдущего. Похожа очень. Очень хорошо, очень сильно пигментированно. Соответственно, расход небольшой. Не очень здесь все ровно, но как бы это ничего страшного. Я не старалась делать прям ровно-ровно. Я сейчас буду это все дело растушевывать. Видите, граница очень хорошо растушевывается, несмотря на то, что тени такие немного как бы, как будто бы кремовые, но не кремовые. Сейчас я зимний уголок оттенком Негрони. Чтобы определить это место, куда я сейчас наношу, я держу глаз, как вы видите, открытым. И вот прямо наношу там, где вот заканчивается века при открытом глазе. Чтобы немного его распахнуть и сделать больше. Большой плюс теней слика, то, чего я от них вообще не ожидала, по крайней мере от этой палетки, что тени очень классно тушуются, и переходы получаются мягкими, и очень сложно наставить пятен. И сразу затемню внешний уголок нижнего века. Опять Негрони. Здесь в плане вот матовых оттенков всего два матовых. Вот этот коричневый Негрони и светлый Майтай. То есть вот это вот самый такой, единственный, самый темный матовый. А не матовыми тенями, то есть в таких местах, как нижняя века и внешний уголок верхнего века как-то странно пользоваться. Это опять же Негрони. На всякий случай напомню вам, что с макияж вообще макияж с такими вот медными или красными оттенками обязательно нужно дополнять черным. В смысле, нужно обязательно наносить черный или стойкую подводку, либо карандаш, либо тени на слизистую и растушевывать внизу. Потому что иначе глаза могут выглядеть воспаленными, и макияж в случае с макияж будет выглядеть незавершенным, если этого не сделать. Черными тенями я этого сделать не могу, хотя хотела вам в очередной раз показать, как слизистую прокрашивать черными тенями, для того, чтобы на ней черный цвет лучше держался, потому что после карандаша, он же жирный, цвет не так хорошо держится. Но я разбила черные тени, и с пола их собирать на века как-то не очень прикольно. Поэтому я буду делать, как и в других видео, подводку эту стойкой подводкой, стойкими тенями кремовыми Aqua Black Makeup Forever. Если кто-то еще меня не смотрел и не знает, я очень часто говорю об этих кремовых тенях, их можно использовать и в качестве подводки. Также можно, вот например, у меня есть подводка гелевая MAC Black Track, можно вот ее использовать любую другую стойкую подводку, можно использовать стойкие эти гелевые подводки и на слизистые, ничего страшного в этом нет, тем более на них обычно указывается, можно использовать там или нет, где у меня подводка. Вот она, Makeup Forever тени подводка. Можете использовать и карандаш. У меня карандаш очень быстро стирается со слизистой, точнее не полностью, но видно такие проплешинки остаются, мне это не нравится. Я, если даже пользуюсь карандашом маковским с молда, которого осталось вот столечко, то я сверху прибиваю как бы этот карандаш тенями, тогда стойкость лучше. Ну, либо делаю вот так, стойкими, например, подводками гелевыми. Обязательно прокрашивайте верхнюю слизистую. Помимо прочего, ваш макияж будет, ваши глаза будут выглядеть более яркими. Не самая приятная процедура, но красота требует жертв. И наношу эту же подводку вот по ресничному краю, немного вниз подтушевываю, чтобы оно как бы переходило плавно друг в друга, потому что если оставить так, то глаз уменьшается. Если вы уже видели эти мои рекомендации, то не обращайте внимания, я повторяю на всякий случай для тех, кто не видел других моих видео. Сверху тоже можно подвести века, либо нарисовать межресничную стрелку. Я начну с межресничной, а там посмотрим. Бывает такое, что в процессе меняешь свои планы, когда видишь, что тебе больше подойдет в конкретном каком-то случае. У меня такая межресничка, немного подтушеванная тоже вверх. Не вижу смысла сделать здесь какую-то стрелку, прям стрелочную. Вот растушеванный вариант, такой по контуру мне больше нравится. Можете сравнить оба глаза с подведенным веком и с неподведенным. Я, конечно, понимаю, что это выглядит более как-то стервозно, но вот этот вариант вообще не оконченный. Если просто накрасить ресницы, то реально ваш глаз будет казаться воспаленным. И это никому не надо. Лучше тогда смокейс вообще не делать, если не будете делать вот эту вот процедуру, этот этап пропустите. Опять возьму негрони. Такой более мягкий переход, чтобы границы с черным не было резко. Повторяю то же самое с левым глазом. Теперь я хочу нанести оттенок Mai Tai вот сюда, вот на границу между кожей и тенями, чтобы стереть эту границу, чтобы был плавный переход, и затем уже накрасить ресницы, доделать брови и все остальное. На самом деле, с этой палеткой я вот этот вот макияж сделала. Наверное, самый яркий макияж, который может быть с этой палеткой, такой цветной. Здесь можно сделать и такие дымчатые smokey eyes, не слишком яркие, потому что есть здесь оттенки поспокойней. Просто дымку, потому что все-таки перламутровые, сатиновые тени, они больше подходят для smokey eyes, потому что, ну, чем затенять складку, например, кроме как вот этим коричневым негрони и чем высветлять матовым, я имею в виду, и чем высветлять матовым, кроме как вот Mai Tai, неизвестно. Так что со всеми остальными оттенками можно делать smokey, можно и дневной макияж с помощью этого негрони, например, если затемнить что-то нужно, и здесь много перламутровых оттенков. Реально очень универсальная палетка, у меня нет других палеток пока слик, ничего не могу сказать, но по поводу этой палетки могу сказать, что такая очень она удачная. Кстати, если вы хотите подчеркнуть свой цвет глаз, у вас серые или голубые глаза, как раз-таки вот такие вот медные, красные, золотые оттенки очень хорошо подчеркивают цвет, то есть противоположный вашему цвету глаз. Если же у вас карие, например, глаза, вам тоже будут очень хорошо подходить эти тени, но цвет глаз, именно цвет вот самой радужки подчеркивать так вот сильно, как у голубоглазок, не будет. Что не будет? Тени не будут подчеркивать так сильно. Как вы можете заметить, тон у меня на лице уже был изначально, и тени ни разу нигде не упали, не осыпались, ничего такого не случилось. Я, кстати, слышала очень много про тени слик до того, как их впервые попробовала. Попробовала впервые я эту палетку, я слышала, что тени хорошие, хорошо пигментированные, но часто пылят. Возможно, имеется в виду, что когда набираете на кисть, они там крошиться начинают. Просто дело в том, что они очень мягкие, и надо очень аккуратно дотрагиваться кистью. И это не есть в плохом смысле. Я сейчас говорю об этой палетке, я про другие не знаю. Не есть плохо, что они вот пылят, когда вы их поддеваете. Я вот делала обзор на Too Faced, которые намного дороже стоят, и качество у них, конечно, еще лучше. Они тоже пылят, если вот набираешь на кисть. Просто они очень-очень мягкие. За счет того, что они очень мягкие, они хорошо передают пигмент, но есть минус, что они пылят. Просто надо очень аккуратно ими пользоваться, их нужно очень-очень мало. То есть, прям вот взяли чуть-чуть и наносите, 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 то есть они так передают пигмент. Оформляю брови карандашом Anastasia Beverly Hills Brow Wiz в оттенке Taupe. Здесь у щеточки, впервые вообще вижу такую щеточку, есть такой ворс небольшой. И она просто обалденно прочесывает и укладывает брови, и распределяет вот этот вот карандаш, который вы перед этим нанесли. Растушевывает его, что ли. В этом макияже не нужно, если вветвлять каким-то хайлайтером, особенно блестючим, вот эту зону под брови. Если только каким-то матовыми сверлыми тенями осветлить, потому что сюда еще и вот этот вот перламутр, он вообще никак не смотрится. И смотрится очень дешево, некрасиво, позорно и безвкусно со Smoky Eyes. Со Smoky Eyes, конечно, не очень, наверное, как-то сильно блестеть, но я все-таки добавлю чуть-чуть прям хайлайтера Sleek. Он очень термоядерный, в смысле хорошо пигментированный, поэтому добавлю прям совсем капелюшечку. Это у меня палетка хайлайтеров, тоже будет на нее обзор в ближайшем будущем. И сейчас я нанесу хайлайтер, который, судя по вот этой вот пленочке, которая туда была вложена, называется Tanzanite. Tanzanite розоватый. Это, по-моему, единственный хайлайтер, который я, по крайней мере, могу использовать на себе в качестве хайлайтера. Видите, какой он сильный. И нанесу бронзер сейчас под скулу Bagama Mama The Balm. Вы можете свой любимый нанести. Instain румяна. Тоже The Balm. Каких-то совсем бюджетных румян у меня любимых нет, поэтому ничего вам не могу сказать по этому поводу. Есть у меня румяна Sleek, которые более-менее бюджетные. Морковного цвета такого, как-то совсем они мне не нравятся. А совсем бюджетных, которые нравятся, что-то как-то пока не нашла. И сюда, по идее, бы, конечно, по-хорошему матовую помаду какую-то, но из-за того, что, опять же, ни одной бюджетной, нормальной, комфортной стойкой матовой помады я не знаю. Помада Sleek мне не нравится. Я имею в виду стойки. Могу вам предложить только нанести то, что вы хотите. Например, какой-нибудь блеск для губ. Нанесу совсем нейтральный блеск для губ сама. Я попробовала несколько достаточно бюджетных матовых стойких помад. Ни одна из них мне не понравилась, поэтому не рекомендую вам покупать бюджетные, совсем стойкие матовые помады. Обычно, если девушки жалеют денег на эти стойкие помады и пробуют одни, вторые, пятые, десятые эти стойкие помады, которые стоят недорого, они, естественно, либо как клей, либо сушь, что дико губы, некомфортно абсолютно, девушки начинают думать, что все помады матовые какашка, и дачу я их буду пробовать, зачем я буду еще дорогую покупать. Вот что-что, а дорогие матовые помады, ну как дорогие? Вот в Америке все нормальные матовые стойкие помады стоят где-то в районе 20 долларов, плюс-минус туда-сюда. И, ну, умножьте на 62 примерно курс, получается где-то, ну, примерно 1200-1300. Плюс привезти ее у нас, и Lime Crime стоит 2000 рублей, и некоторых помад у нас вообще, например, нет. Я не вижу смысла покупать помаду-стойкую за 2000 рублей, это капец, но за 20 долларов я готова купить, и поэтому я покупаю их за границей. Лучше иметь одну-две хороших, стоящих, да, пусть не бюджетных, но стойких, комфортных матовых помад, и чем мучиться с непонятно какими, с Алиэкспресса или из магазин какого-то не очень дорогого, такого бюджетного. Если с тенями тема про не всегда цена говорит о качестве прокатывает, то со стойкими помадами я уже убедилась, что нет. Я попробовала достаточно многие стойких помад, поэтому так говорю. Надеюсь, что помогла хоть кому-нибудь из вас экономить денежки и потратить их на подарок для вашего любимого мужчины. Ну, а если вы не любите смоки-ай, сделайте какой-то другой макияж, который нравится вам, вашему мужчине, но главное, чтобы нравилось вам, потому что если вы себя комфортно чувствуете, то и вашему мужчине вы будете нравиться. Желаю вам качественной косметики по адекватным ценам, а ваших мужчин поздравляю с наступающим 23 февраля. И желаю им, чтобы их мечты сбывались. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok